МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Инна Новикова, генеральный директор клиники «Мать и дитя» в городе Рязани. Здравствуйте, Инна Павловна! Добрый день! Если можно, расскажите о вашей клинике. В общем, сколько вы уже работаете в Рязани и какие услуги оказываете? Я очень рада, что мы повторно встречаемся с вами в канун Нового года. Клиника работает уже порядка трёх лет. Мы оказываем услуги различные. Это касается и появления детишек на свет. Это методом экстракорпорального оплодотворения. Также клиника оказывает эти услуги в рамках программы ОМС. Помимо этого в клинике есть детский центр, и центр женского здоровья, и центр, где сфокусированы все специалисты. Клиника на данный момент многопрофильная. И можно начать от беременности, вынашивания беременности, наблюдения за детишками. И вообще клиника для всей семьи в данный момент. И хочется сказать, что у нас уже порядка 180 детишек, родившихся именно в нашей клинике. И много ещё беременных женщин, которые ожидают появления детишек. – Скажите, а можно начинать знакомство с вашим центром с момента планирования беременности? То есть вот когда родители решили, что они этого хотят, тоже возникает много вопросов. Нужно ли проходить какие-то специальные обследования, или этого делать не стоит? Тогда можно к вам прийти? – Да, это очень хороший вопрос. Вообще надо начать подготовку к беременности, с планирования беременности и обследование перед беременностью. Это то, к чему мы призываем супружеские пары. И если в ходе этого обследования понадобится какое-либо лечение, мы его предоставляем. Смотрим, каким образом может эта семья получить ребёночка, получить беременность. Может быть, я не совсем так говорю, но каким образом в их семью может прийти счастье. Счастье материнства, отцовства. И если у них что-то не получается, мы им помогаем. ЭКО на сегодняшний день – это возможность действительно для многих семей наконец зачать, выносить ребёнка. Когда показано ЭКО? То есть в каких случаях только этот метод может помочь забеременеть? Ну, окончательный ответ на этот вопрос, наверное, может дать только репродуктолог после того, как женщина пройдёт полное обследование. Для этого ей нужно обратиться в клинику, если она в течение полугода-года не смогла сама забеременеть. Также помимо клиники она может обратиться в перинатальный центр, в котором у нас есть репродуктолог, и по их направлению уже получить квоты на ЭКО, в Министерстве здравоохранения получить выписку, и потом обратиться в наш центр, либо в какие-либо другие центры, которые работают также по программе обязательного медицинского страхования. Но для этого нужно сначала сформировать выписку и уточнить причины данного бесплодия. Мужской – это фактор, либо это женский фактор, либо смешанный фактор. Поэтому прийти на обследование нужно не только женщине, но и мужчине, то есть они приходят с семьёй. Бывают случаи, когда женщина может забеременеть, но не может выносить ребёнка. В данной ситуации специалисты в вашей клинике также могут помочь? Смотря какие причины, то, что женщина не может выносить данного ребёнка. Да, мы помогаем, либо это гормональная поддержка, либо это другие различные методы поддержки данных женщин. Но есть ещё суррогатное материнство, если женщина совершенно не может выносить. Суррогатное материнство, мне кажется, на сегодняшний день в Рязани – это что-то из сериалов. Действительно, эта практика уже развивается, в том числе и в нашем городе? Ну, очень медленно, но появляются такие женщины. Они к нам приходят на учёт по беременности. Может быть, это произошло не в нашем центре, но в нашем центре есть женщины, которые стоят на учёте по беременности. Вообще, если взять статистику тех, кто обращается к вам, чаще всего с какими проблемами приходят и в каком проценте случаев всё-таки удаётся помочь? Ну, одна из проблем, с которой они к нам обращаются – это невозможность иметь ребёнка в течение какого-то времени. Конечно, мы призываем всех врачей и всех женщин, чтобы они не тянули абсолютно время и не лечились по 5-10 лет у других специалистов в связи с тем, что теряется резерв для беременности. Поэтому женщина обращается к нам в центр с вопросом, могу ли я иметь ребёнка. Опять же, тут, как я уже сказала, идёт обследование. Процент беременности зависит и от соматических заболеваний пациентки, и от её репродуктивного возраста. То есть здесь много факторов, и от того метода, которым произошло оплодотворение. Факторов очень много, и не всегда мы можем вмешаться в эту природу. Поэтому всё, что мы можем, репродуктологи и эмбриологи делают, но есть факторы совершенно независимые от нас, по которым женщина не может забеременеть. Но мы стараемся и здесь попробовать научные методы, может быть, что-то новое. То есть наши репродуктологи и эмбриологи постоянно учатся. А какова вообще главная причина? Ну, я понимаю, наверное, их много, но тем не менее бесплодие. Специалисты могут ответить на этот вопрос? Как правило, причина у каждой женщины своя. Но почему это произошло, достаточно часто мы не можем ответить. Иногда бывает бесплодие неясного генеза, где даже мы не можем установить точную причину. Но сейчас стало достаточно много факторов мужского бесплодия. Поэтому мы, если начинаем обследование, как я уже сказала, начинаем обследование пары. Потому что зачастую раньше, как было, считали, что это женская причина, женское бесплодие. И обследовали одну женщину. И потом уже начинали с обследованием мужчины. Мы это делаем параллельно, потому что, ну, приходится, вернее, не приходится, мы видим, что мужское бесплодие, наверное, скоро опередит женское бесплодие. Сказываются факторы окружающей среды, и переутомление, и напряженная работа. То есть мужчины у нас иногда бывают слабым звеном. Скажите, а ухудшение в общем состоянии экологии, вредные привычки, которыми страдают многие, в том числе и женщины, это всё влияет на репродуктивную систему? Однозначно. Раньше на это не очень обращалось внимание. Но в течение трёх-пяти лет на конференциях, на международных конгрессах одна из первых причин – это курение. И мы стараемся пациентам и пациенткам, которые приходят в наш центр, объяснять, что для того, чтобы нам победить какие-то факторы, вам нужно бросить курить. И вы знаете, в некоторых случаях это помогает. Когда женщина не может долго забеременеть или были неудачные беременности, тяжело в первую очередь, наверное, психологически. Вы можете справиться с этим. А в вашем центре работают психологи? На данный момент у нас психолога нет. Мы планируем это сделать. Но у нас каждый врач-репродуктолог – это своего рода психолог. Потому что женщина к нему приходит с наболевшей проблемой. И она в процессе общения начинает доверять врачу. И то, что она слушает и слышит от врача, для неё это должны быть обязательные позиции, которые она должна выполнить. Поэтому в этом случае, я считаю, любой врач должен играть роль психолога. И наши врачи с этим справляются. Инна Павловна, а если мы вернёмся к ЭКО, есть ли у этой процедуры какие-то противопоказания? Да, противопоказания есть у данной процедуры. Они прописаны в приказах. Наши врачи их строго очень соблюдают. Есть пограничное состояние, когда нам приходится связываться с нашими клиниками и обсуждать, совместно обсуждать на скайпах какую-либо пациентку, если нам не совсем понятно. Поэтому мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиниками группы компаний и всегда получаем ответы на интересующие нас вопросы. А в тех случаях, если для лечения бесплодия или каких-то других заболеваний требуется оперативное вмешательство, в вашей клинике это можно сделать? Да, конечно. У нас есть оперблок. У нас работают очень опытные врачи. И анестезиолог, и хирург, и очень опытные медицинские младшие персоналы, и средние. Поэтому мы можем сделать лапароскопические, гистероскопические операции. И также мы их делаем в рамках обязательного медицинского страхования. То есть для пациенток это будет бесплатно, но по направлению из медицинских учреждений либо по направлению наших репродуктологов, если это необходимо. То есть мы оказываем весь спектр услуг не только по обследованию, но и по лечению пациенток. Инна Павловна, а вот в вашей клинике мать и дитя, то есть там всё направлено именно на какие-то проблемы с репродуктивной системой, а просто посетить специалистов в том случае, если не планируется беременность, нет никаких проблем, возможно? Да, конечно. У нас есть поликлиническое отделение и есть женский центр. Любой пациент может посетить как поликлиническое отделение, так и женский центр, пройти ультразвуковое исследование. Мужчины могут посетить уролога и пройти комплексное исследование, что в принципе они и должны делать раз в год, но, к сожалению, этого не делают. Поэтому мы рады любому пациенту и готовы помочь всегда. Вы сказали, что в вашем центре на сегодняшний день есть и центр для маленьких пациентов, да, для детей. А какие услуги там оказываются, какие врачи там есть? Нас очень радует, что те пациентки, которые пришли к нам и желали забеременеть, они беременеют и потом остаются у нас в центре. И мы видим этих детишек, плод нашего с ними совместного сотрудничества. Эти детишки совершенно замечательные, они здоровые. Значит, в нашем центре есть, наверное, все специалисты, которые необходимы для детишек, для их осмотра до 18 лет. У нас есть вакцинация детишек, у нас есть наблюдение педиатрами, можно заключить договор, можно приходить однократно. У нас есть специалисты такие, как лор, хирург, ортопед, то есть пульмонолог, кардиолог, невролог, то есть практически весь спектр специалистов, которые нужны для наших малышей. У нас приближаются замечательные новогодние праздники. Может быть, вы поздравите рязанцев, что-то им пожелаете? Я бы хотела, чтобы у всех рязанцев были полноценные семьи. Полноценная семья может быть только тогда, когда в семье есть мама, папа и детишки. Если у вас какие-то проблемы, дорогие рязанцы, приходите к нам, и мы вам поможем, чтобы Аист в каждую семью принес малыша. Это маленькое чудо, которое, наверное, ради этого вы живете и мы живем. Спасибо вам огромное, что нашли сегодня время прийти в нашу студию. Мы вас также поздравляем с наступающими праздниками. Желаем вам всего самого наилучшего, продуктивной работы. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Спасибо вам за приглашение. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин